здравствуйте дорогие мои друзья сегодня у нас экскурсия на балкон ну такая вот у нас погода сегодня правда холодно по ощущениям холодно температура опускается все-таки зима пришла это мои цветы вот этот беджамин у меня он у меня 6 лет из маленького маленького вот такого вот знаете как он маленький был вот примерно вот такой когда я его купила а сейчас это такое красивое дерево ну просто шикарно я очень люблю беджамины очень-очень-очень а это мой базилик сейчас солнце отсвечивает вам наверно ничего не видно это фиолетовый базилик это вообще редкость в основном здесь греции нет фиолетового базилика есть итальянский зеленый с большими листьями для песто есть обыкновенный греческий базилик как говорят греки василикос ну вот а вот я его случайно нашла в одном из цветочных магазинов естественно его сразу купила ну вот но как там плохо растет может ему здесь не кремит может ему что-то не подходит я уже все меняла почву меняла по лифту в принципе базилик он просто в уходе но вот этот почему-то у меня не растет а вот вот греческий вот вот этот вот греческий у меня базилик ему хоть бы что как сорняк засохнет я его забуду естественно полить он засохнет поливаю он буквально через час оживает и снова цветет растет и пахнет я люблю цветы у меня их у меня еще в другой квартире там балкон побольше там у меня весь балкон в цветах а вот это вот это у меня здесь рождество украшение вот это вот погодка вот такая вот у нас на небе не облачко солнце светит ощущение праздничного нет никакого что наступает рождество и новый год вот а вот это вот у меня растение я не знаю как она называется если кто-нибудь из вас знает подскажите мне пожалуйста самое интересное я его выходила я его подобрала нашла на улице на нем было вы знаете сейчас я покажу вот это вот одна вот один вот этот вот стебель на нем был и четыре хилых листика примерно вот такого вот размера листики были вот такого и вот за три года за три года она меня превратилась в шикарное дерево она между прочим цветет цветы на нем очень интересно они висячие на длинном стебле и распускается чем-то похожи на лотос вот не знаю вот не знаю честно говоря не знаю что это за растение как она называется буду благодарна если вы мне подскажете в принципе меня здесь мало растений это всем известный я так думаю вот это вот в растении тоже цветет расширяется приходится его выдергивать выбрасывать а это всем известно по моему нет ни одного сада в частном доме и балкона где бы этого не было растения тоже не знаю как называется кстати это я свои растения вообще плохо знаю по именам ничего с ним не делается поливаешь переливаешь его ничего цветет цветет вот такими вот цветочками обыкновенная цвет мне нравится фиолетовый и цветочки у него такие вот фиолетовые простите мне нравится фиолетовая желтая солнце переносит хорошо холод переносит хорошо в принципе как сорняк вот я так так я его обзываю сорняком что у меня еще ой вот вот знаете вот сейчас я вам как скажу что это такое по-русски я вы меня извините напишите мне как по-русски по-гречески это дедроливано дедроливано что это розмарин наверное да наверное розмарин я без него честно говоря вот не могу готовить мясное я его правда понемножку потому что она может испортить вкус любого блюда а понемножку я добавляю потому что она очень полезно полезно очень для сердца то есть я всем рекомендую его употреблять но мне нравится я вообще поедатель специй а это у меня вот такой итальянский лук у меня это большие знаете такие плоские луковицы вот взяла поставила туда воду обрезаю уже он снова растет зеленый лук в принципе понимаете надо мной все смеются здесь пучок хорошего лука зеленого стоит 50 центов а я выращиваю на балконе с меня тут все все смеются угорают скажут что это причудливая он пойди купи оно мне нравится я вот его затолкала туда он меня радует что что то хоть растет ну так вот погода чудесная дом напротив а это у нас это у нас оливки примерно недели две назад сосед собирал это вот у него дом там сейчас я покажу у него частный дом среди многоэтажек ну как многоэтажек среди ну да у у него так частный домик а это его оливки ну наверное недели две или три назад он их собирал палкой бил стучал они падали не знаю что там можно собрать не оливок было много но это же город машины вся вот это вот грязная атмосфера все эти выбросы от машин они впитались вот те деревья ну думаю что это очень уж прям так хорошо для здоровья вкусно да но не полезно а вот это вот видите что вот то что я вам говорила в прошлом видео везде росписи как туда залазит они как все это расписывают я представить не могу там я цель не могу представить зачем к чему это все вот это вот забор расписаны это был летний кинотеатр видите вот это вот для скажите мне для тему где показывают там он были сиденья а вот отсюда отсюда транслировали на на экран на экран транслировали фильмы сейчас это заброшено вот так вот все течет все изменяется а рядом у нас там проспект вот честно говоря меня раздражает двадцать четыре часа в сутки шум машины все это шум грязь пыль я не могу двери открыть в дом потому что вся пыль сразу летит все в пыли я каждый день делаю влажную уборку фуф а вообще то я лентяйка и каждый день делать влажную уборку для меня это я не знаю это подвиг это не то что тринадцатый подвиг Геракла это двадцать третий подвиг Геракла ну вот все погода радует все ходят еще раздетые а я мерзну я мерзливая мерзлячка для меня если температура ниже двадцати пяти градусов все я готова умереть вот так вот ну что вот такие цветочки я вам потом еще сниму на другом балконе свои цветы а так хорошего вам всем дня позитивчика доброты не забывайте радовать себя любимых чем-нибудь приятным больше отдыхайте жизнь очень быстро проходит надо уметь радоваться любой мелочь любым приятным моментом все всего доброго вам с любовью из Греции